АТВ ИХСАН представляет Отмечается, что заявленные в составе вакцины бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными. Ранее 8 июня сообщалось, что достаточное количество антител к коронавирусу выработалось у 95,8% вакцинированных препаратом эпиваккорона. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 2 мая отмечали, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований не дают оснований сомневаться в безопасности эпиваккороны и ее способности вызвать формирование нейтрализующих антител. В настоящее время в России происходит масштабная вакцинация от COVID-19. Она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы 4 препарата от коронавируса – «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Препарат под названием «Эпиваккорона», разработанный научным центром «Вектор», стал второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok